Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Вова ТВ и скажу вам честно, сегодня у меня Новый Год. Посмотрите, у меня есть настоящий мешок с подарками. А что может быть для фотографа или видеографа лучше, когда он получает мешок, на котором написано Fujifilm, и он просто доверху набит чем-то, какими-то коробками. В общем, давайте посмотрим, что там внутри. Сверху у нас, значит, лежат объективчики. Аж целых три вот таких вот больших черных коробки. Раз, два, три коробки с объективами. И, внимание, самое главное, гвоздь нашей сегодняшней программы Fujifilm X-T30. Младшая модель флагманской камеры Fujifilm X-T3, на которую, кстати говоря, у нас уже есть видеообзор на канале. Также есть статья с RAW-файлами, с примерами снимочков на сайте Rosphoto. В общем, смотрите, читайте, ознакомливайтесь. Историческое событие. На канале Вова ТВ сегодня произойдет первый анбоксинг. По традиции всех анбоксингов мы открываем коробку сначала и смотрим на все, что там находится, кроме самого главного продукта. Итак, сверху у нас находится бумажная всякая макулатура, инструкция. Дальше Quick Start Guide. В общем, гарантии, справочные телефоны. В общем, все, что вам необходимо знать про эту камеру, можно прочитать вот здесь. Что вы, наверное, никогда и не сделаете. Дальше смотрим. У нас находится, собственно, туша с самой камерой, которую мы пока что отложим в стороночку. Такая компактная малюсенькая зарядочка с USB-штекером, очень приятный кожаный такой ремешочек, узенький небольшой. Какие-то аксессуары для ремешочка. И, собственно, там еще лежит кабель USB-C для того, чтобы, собственно, камеру заряжать и синхронизировать ее с компьютером. Все, больше коробки нас ничего интересного не встретит. Смотрим на саму тушку. И сейчас я действительно в первый раз возьму в руки. До этого я с ней еще не ходил. А потом уже магия монтажа сделает свое дело. И я появлюсь перед вами спустя неделю использования камеры. И уже смогу поделиться своими впечатлениями. Ребята, она реально легкая. Это реально компактная маленькая камера. Посмотрите на ее профиль. Кручу в руках. Очень приятно ощущается. Потому что у нас здесь, я так понимаю, металлический корпус. С прорезиненными всякими вставочками. Откидной, я так понимаю, да, откидной дисплейчик. Вот так он работает. Значит, батареечка у нас стандартная. Там же слот для карт памяти. Вынесено отдельное кольцо регулировки шаттера. То есть выдержки. Колесо выбора режимов. Колесо компенсации экспозиции. Собственно, кнопка включения и выключения. Переключатель в режим авто или профи. Матерь божья. Ребята, здесь есть еще совершенно вообще незаметная вспышка. Посмотрите, как это интересно реализовано. То есть вот так смотришь, никогда даже не скажешь, что здесь есть вспышка встроенная. Бамс. Вот так, пожалуйста, можно кому-нибудь в лоб засветить. 383 грамма весит вот эта тушечка. И, собственно, давайте посмотрим, что у нас сегодня за объективы есть на обзоре. Первое стекло, которое я достал, это 35 миллиметров Fujinon с диафрагмой 1.4 с постоянной. Вот такой светосильный объектив с классическим фокусным расстоянием. Есть еще вот такая красивая бленда. Кстати говоря, тоже металлическая. 50 миллиметров с постоянной диафрагмой, я так понимаю, 2. Да, с постоянной диафрагмой 2. Такое тоже очень компактное стеклышко с вынесенным кольцом диафрагмы. Здесь лежит у нас объектив 18-55 миллиметров. С диафрагмой, кстати говоря, 2.8-4. Ребята, это очень светосильное стекло. 2.8-4, 18-55. Опять же, вынесенное кольцо регулировки диафрагмы, встроенная оптическая стабилизация, которую можно при желании отключить. В общем, такой универсальный солдат. Все три линзы подходят как для фото, так и для видео, потому что здесь у нас плавное кольцо фокуса, вынесенная диафрагма, бесшумная автофокусировка. Что у нас по техническим характеристикам? Это 26-мегапиксельная APS-C матрица. Это у нас съемка 4К видео до 30 фпс с битрейтом до 200 мегапит в секунду прямо на карту. Также можно писать slow motion, full HD slow motion, тоже с битрейтом 200 мегабит, с фреймрейтом 120 фпс. Друзья, вышел я в такую замечательную солнечную погоду на улицу. Вон там мост на парке культуры, и мы этот обзор будем писать на карточке Kingston Canvas React 10 класса, очень быстрые, скоростные. Позволит вам писать и 4К видео, и slow-mo, и все, что вам угодно, и серии фотографий, очень быстро, надежно. Так что этот обзор у нас точно никуда не пропадет. Ссылочка на эти карточки будет в описании. Всем приятного просмотра. Есть режим серийной съемки до 30 кадров в секунду. Процессор X-Processor 4, поворотный дисплей 3-дюймовый. Из разъемов у нас USB-C, micro HDMI, а также вход для пультика. Все, больше разъемов никаких нет, но, собственно, слот для карт памяти формата SD. Там же находится батарейный отсек. Аппарат доступен в двух цветах, вот в таком максимально черном, серьезном, мальчишеском цвете. А также есть еще вариант, где верхняя вот эта часть металлическая будет серебряной, и тогда она выглядит даже еще более круто, еще более канонично. Если вы смотрели обзор на Fujifilm X-T3, во многом эта камера схожа по дизайну и по элементам управления со своим старшим братом. Однако здесь есть некоторые отличия. У нас убрали кольцо отдельный диск регулировки ISO, у нас остался диск регулировки выдержки, диск компенсации экспозиции, а также диск выбора режимов. Бам, ребята, прошла неделя, я походил по улице с этой камерой, поснимал видео, поснимал фотографии, и могу сказать, что я остался в полном восторге. Вот с камерой совершенно не хочется расставаться, потому что при таких компактных габаритах она идеально вообще лежит в руке. При этом батарейку она держит какое-то вообще нереальное количество часов. Мне за все время использованное батарейку приходилось зарядить всего раза 3 или 4, при том, что я каждый день на протяжении недели снимал серии фотографий, снимал 4К видео. То есть я очень активно камеру использовал, при том, что сейчас у нас еще в принципе ранняя весна, на улице не так тепло, батарейку эта камера держит очень-очень долго. Вы, конечно, можете еще из USB-C подключить пауэрбанк, положите какой-нибудь в карман и вообще не беспокоиться о том, что у вас камера сядет. Кроме того, у камеры очень большой творческий потенциал, потому что сюда встроены пленочные фильтры, имитация пленки, и они работают очень круто. Вы, например, выбираете монохром, выбираете какую-нибудь кинопленку. Кроме того, есть режим панорамы, есть режим мультиэкспозиции, и все это прямо из камеры. Конечно, это все можно сделать в редакторах, но ведь так здорово, когда прямо в камере у вас есть уже такие продвинутые фишки. Аппарат собран максимально качественно и эргономично, все очень удобно лежит в руке, все элементы управления ложатся под пальцем там, где они и должны быть. Иногда берешь камеру и понимаешь, ну, все-таки эта штука больше ориентирована на видео, а на эту удобнее снимать только фотографию. Fujifilm X-T30, ну, действительно универсальный инструмент, и сложно здесь выцепить что-то одно. Она справляется со всеми предложенными ей сценариями использования, ну, ура. Здесь есть очень продвинутые настройки видео, это, например, фокус пикинг, это зебра, здесь уровень записи звука поканально отображается. Также есть отдельный тайм-код, вывод по HDMI изображения. В общем, для видео здесь не меньше всяких разных параметров и настроек, чем для фото. Субтитры сделал DimaTorzok Также очень удобна функция отслеживания глаз и отслеживания человеческого лица во время съемки видео. Работает это, правда, только в Full HD, но для большинства нужды, особенно если сейчас видео выкладывается на YouTube, Full HD вполне достаточно. Я снимал небольшое интервью с актером, и я писал все на две камеры, и мне нужно было следить сразу за двумя аппаратами. Я мог не беспокоиться, что у меня будет что-то не в фокусе, потому что я видел, что камера просто вцепилась фокусом в глаза моего героя. И я был уверен, что изображение с Fujifilm XT30 у меня будет резкое, контрастное. Ну и, конечно, серийная съемка 30 фпс. Вы только послушайте это. Fujifilm XT30 сделана для профессионалов, которым нужна вторая камера для подсъема каких-то перебивок, для каких-то, может быть, бэкстейджей. И при этом отсюда получается офигительного качества контент. Кроме того, аппарат будет идеальным для любителей, для тех, кто, может быть, только делает первые шаги фотографии, потому что освоиться с управлением здесь будет несложно. Здесь есть все необходимые функции. Камера не займет много места у вас в рюкзаке или сумке. Она немного весит. И еще, что самое главное, она немного стоит. Так что камеру можете смело с собой брать в путешествие. Можете использовать ее, если вы блогер или профессионал, которому нужна дополнительная еще одна камера. На этом сегодня все. Спасибо, что зашли к нам на Вова ТВ. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки, жмите на колокол. В общем, делайте все, что вы должны сделать после просмотра этого видео. И уже в следующем обзоре встретимся с вами снова. Всем пока!